Добрый вечер! Спасибо всем, что собрались. Я хочу представить классного тренера из России, Екатерину Полянскую. Она сейчас вам расскажет о таком направлении, вообще расскажет, что такое тренинг-дороги, и такое направление, концепция, как единый мозг. С семинарами и тренингами она приехала к нам, завтрашний день начнутся семинары, и Екатерина неимоверный опыт работы. Кроме того, профильное образование, кроме того, защищена диссертация, и необычайно грамотный, талантливый, добрый и интересный человек. Спасибо. Прошу любить и жаловать. Спасибо большое. Ну, как всегда. Новая аудитория. Вы знаете, я в университете проработала, я не помню сколько лет, лет 15, наверное, в общей сложности сложить все вместе. И каждый год я 1 сентября шла в школу, в университет, и волновала. Мне говорят, что ты волнуешься, да, ты же... Один и тот же предмет у меня был в первом семестре, я его читала очень много. Что-то вон... Я говорю, ну как же, как же, ну вы и люди. Они же еще ничего не знают, ни про меня не знают, ни про предмет не знают. Я сегодня представляю новое для вас направление. Я в этом направлении работаю последние 7 лет. Оно называется кинезиология. И лично я о нем впервые услышала в начале 90-х годов, когда я сама тогда закончила психологический факультет Ростовского государственного университета и изучала нейроинвестическое программирование, да. То есть вы помните, кто помнит 90-е годы, когда рухнул железный занавес, и к нам пришли разные методы, да. Интересные методы. Мы начали их изучать. И я тогда начинала с МЛП и слышала, что вот есть где-то там в Москве преподают такой метод, называется кинезиология. Я так, хотя вроде как это было в русле моей диссертации, я тогда над ней работала, там речь шла о межполушарной асимметрии и так далее. Ну как-то вот, ну просто уже никто не приехал в тот момент, да. Поэтому тогда прошло мимо меня. А спустя уже много лет, в 2009 году, когда я сама оказалась в достаточно такой непростой жизненной ситуации, и мне нужно было две вещи. Мне нужно было какой-то инструмент для выхода из этой ситуации, и мне нужно было чем-то заняться, скажем так. Вот. И тогда меня опять, я встречаю это слово кинезиология. Думаю, ну вот такое ощущение, что это и есть именно то, чем мне надо заняться. И я занялась. Нашла преподавателя, организовала первый семинар в истории МЛП в 2009 году. И вот уже так и занимаюсь, и занимаюсь. Уже сколько лет занимаюсь. И в общем-то сейчас это основное мое занятие. У меня было их много других, но вот оно вытеснило все, и оказалось, что это самое главное. Само по себе это направление достаточно молодое. Это и не психология, и не медицина. И достаточно сложно спозиционировать, что же это такое, да. Что это за явление такое в нашей жизни. Кинезиология, наука о движении. Когда встречаешь какого-нибудь старого приятеля на улице, и как бы вот, я стараюсь, конечно, так не делать, но вот могу вот ляпнуть, не подумать, что я кинезиолог. Он говорит, тебе его не надоело. Ты собаками занялась. Да, то есть кинологами путают, до сих пор путают, да. Я говорю, да нет, я по-прежнему с людьми. В общем-то, очень часто кинезиологию позиционируют как целительское направление. Ну и, пожалуй, это вот наиболее близкое определение, что такое кинезиология. Да, это такое современное целительское направление. Годом рождения кинезиологии считается 1964 год. Отцом-основателем кинезиологии считается американский врач-остеопат Джордж Гудх. Я понятно напишу? А то ж волнуюсь, а почерк не очень. Так, хорошо. 1964 год. И получается, что одной ногой кинезиология уходит в так называемую холистическую медицину. На какого-то такое слово? Холистическая медицина, да? То есть там медицина, которая воспринимает... Холизм – это целостность. Она не воспринимает человека как отдельно почки, отдельно сердце, отдельно голова, отдельно ноги и так далее, да? Это, да, то направление, которое воспринимает человек и лечит его, соответственно, как целое, да? Ну, собственно, и слово целительство, ну что же отсюда? Делание целым, да? В принципе, остеопатия относится к холистической медицине. Потому что там через балансировку опорно-двигательного аппарата восстанавливается целостность, восстанавливается здоровье человека, да? И, в общем-то, знание о том, что наш мышечный тонус взаимосвязан с нашим состоянием, с состоянием нашего здоровья, с нашими эмоциями. Это знание, которое достаточно давно было и в медицине, да? И в молодой тогда достаточно еще психологии, вот. Ну, как бы я чуть-чуть позже спрошу, кто здесь у меня в аудитории, да, какие специалисты, вот. Вот, но вы прекрасно знаете, наверное, многие из вас, что если вот мы сейчас расслабим все свои мышцы, да, что будет с нашими эмоциями? Слабится. Вот. То есть произойдет, как это психологи говорят, очищение поля переживаний, да? Вот. Если мы сидим в неудобной позе, а потом меняем ее на удобную, что происходит с нашим ощущением? Самое ощущение, нам приходит новая свежая мысль в голову, да? Если у нас где-то заболела, мы любим там как-то вот зажать, прижать, там что-нибудь вот так вот свернуться, да? Вот. То есть и в психологии есть большой раздел телесно-ориентированная психология, да? Она берет свои стойки с работой, там, Вильгельма Райха, Александра Лоуэна. И в медицине знание о том, что когда у человека где-то что-то нарушается, меняется мышечный тонус. Они как-то вот существовали достаточно давно. Что изменилось с приходом Гудхарта? А он объединил это знание в метод. Вот что он сделал, да? То есть где-то что-то в организме становится не так, да? Это еще не боль и не болезнь. И вам еще ни один анализ может ничего не показать, да? И УЗИ вам ничего не покажет. А мышечный тонус уже поменялся. И мышцы уже где-то, что, ослабли. И если знать, где какую мышцу посмотреть, да, то уже это можно увидеть, определить, да? Что вот здесь уже наступил какой-то дисбаланс. Вот так. И Гудхард превратил это знание в метод. Первая книга его, которая вышла в 1964 году, она была посвящена мышечному тестированию. То есть, по сути дела, он создал основу гинезиологии мышечный тест. И этим мышечным тестом на протяжении, не знаю, скольких лет, с 1964 года, пользуется огромное количество специалистов. И с каждым годом их становится все больше и больше. Поначалу это были, конечно же, врачи, которые мышечный тест подключили в качестве диагностики. Но не только в качестве диагностики. При помощи мышечного тестирования можно не только выяснить, в какой системе у человека дисбаланс, в какой системе организма, какую систему надо балансировать, то есть корректировать. Но также можно и выяснить, а как это сбалансировать? При помощи чего? Вы знаете, что кому-то из нас надо выпить таблетку. А кому-то достаточно травяного настоя. А кому-то просто речь поспать. И все пройдет. Ну, скажем, от головной боли. Что не так, что ли? То есть, если в медицине существуют, в официальной медицине, какие-то определенные схемы лечения, но все равно, как хороший доктор, он все равно знает, что к больным важен какой подход? Индивидуальный. Индивидуальный, да? Что русскому хорошо, то немцы усмех. Вот про белорусов, к сожалению, ничего такого не знаю. Может быть, не подскажет. Да, точно так же. Да? Вот. То есть, вот это было превращено... Гудхард был первым, кто превратил мышечное тестирование в метод. Протестировав ту или иную мышцу, можно увидеть такая система в дисбалансе. Поначалу прикладной кинезиологией занимались только врачи. Их называли грязная дюжина. У него было 11 единомышленников. Кстати, Гудхард был еще и врачом Олимпийской сборной США. И среди них был такой Джон Тай. Доктор Джон Тай. Надо сказать, что Гудхард помимо мышечного тестирования добавил к остеопатическим методикам еще кое-что. И это кое-что тоже было новым. И тоже вошло в арсенал кинезиологов. А именно, это работу с канально-меридианальной системой традиционной китайской медицины. Баланс пяти элементов и работа с канально-меридианальной системой ТКМ. Традиционной китайской медицины. То есть это тоже был инструмент, который он привнес. Добавил в это новое направление. И любой кинезиолог, вообще кто такой кинезиолог? Кинезиолог тестирует мышцы. Кинезиолог что-то знает про канально-меридианальную систему. Кинезиолог это тот, для кого основой здоровья является треугольник здоровья. То есть концепция треугольника и триады здоровья. Она у нас всегда в голове, если мы кинезиологи. Что такое треугольник здоровья? Сейчас, минуточку. Ну, по идее, должен быть равносторонний. Ну, а там уж как получится. Вот. Треугольник здоровья, ну, давайте писать так. Значит, биохимия. Три абсолютно равноценных и равнозначных сторон. У любого кинезиолога вот этот треугольник в голове. И он понимает, что на самом деле балансировать надо все три составляющие. Тем не менее, разные направления кинезиологии, они занимаются разными сторонами этого треугольничка. Немножечко ранее. Джон Тай, это был первый человек, который создал специализированную кинезиологию. Вот, я слышала о том, что здесь в Минске развивается преподная кинезиология у нас. В основном, это кинезиология, которая занимается диагностикой и подбором различных коррекций, да. И изначально ее занимались, практиковали ее только врачи. Сейчас уже, как бы, контингент занимающихся начал расширяться. Но, в принципе, она позиционируется как медицинская кинезиология. Сейчас туда активно приносятся различные техники мануальной работы, такие как висцеральный массаж, краниосакральная терапия. Они тоже, хотя, в общем-то, ими астерпады пользуются, массажисты, да. То есть, в общем-то, такое, то есть, лечение просто для здоровья, да. И первым специализированным направлением в кинезиологии, которое не прикладное, а специализированное уже, специализированное занимается вот этими как раз-таки различными, скажем так, различными способами балансировки различных сторон этого треугольника, скажем так. Первое направление создал Джон Тай. Он сказал Джорджу Гудхарду, говорит, да посмотри, какие хорошие, какой хороший инструментарий там для диагностики, для коррекции здоровья, да. Ну смотри, вот тестируем мышцу, быстренько смотрим, чем ее скорректировать, да. И корректируем. Сейчас покажу. Давай мы это людям дадим. Ну пусть люди, ну что же они все время у нас с таблетками там только пользуются, да. Чуть что врача вызывают, зачем это нужно. Есть же вот такие простые средства. Он говорит, ну ты прав. Ты прав, ты вот это и будешь делать. Опять же он дадим. И Джон Тай создал такое направление, которое называется Touch for Health. Целебное прикосновение или прикосновение для здоровья. Он первым создал книгу «Целебное прикосновение», создал фонд «Целебное прикосновение». Этот фонд существует по всю пору. Семинары по целебному прикосновению проводятся по всему миру, проводятся в России. И эти семинары для всех, для людей любой специализации. Так, чтобы люди могли помогать себе и помогать своим близким. Как выглядит тестирование целебного прикосновения? На каком показать? Да, пожалуйста. В целебном прикосновении есть понятие такое взаимосвязанная мышца. Ну, в частности, вот натостные мышцы, да, они вот здесь у нас находятся. Кто знает натостные мышцы. Это мышцы взаимосвязанные с передней срединной милинеаном. Китайцы его так называют. Передней срединной милинеаном, который идет от лобка до нижней побыли. И для того, чтобы понять, работает ли у нас в данный момент этот милинеан, мы тестируем эти мышцы. Вот таким вот образом. Я давлю, а вы держите. Вот эта мышца у нас послабее. Это сильно, почувствовали, да? Чуть-чуть послабее. Ну, за счет. Это одна. Что-то я еще слабенько. Сейчас я ее послаблею. Так, давайте две сразу. Ага. Хорошо. Может быть, это у него такой мышечный милинг. Хорошо, смотрим дальше. Есть тут еще такая круглая мышца, большая круглая мышца. Она взаимосвязана с меридианом управляющим. Или задней средины. Упс. Что у нас со спиной? Что со спиной? Ничего? Все хорошо? Хорошо. Отпудем через глаза. Локоть я на себя, но вы от меня, пожалуйста. Локоть от меня, я на себя. Сильная мышца. Хорошо. Опускаем. Вот он, этот. Чуть-чуть назад. Теперь я на себя, вы от меня. Держите. Это уже сильный. Хорошо. Теперь вот этот. Сержите. Опускаем. Вот этот. С этим тоже все нормально. Я пока никаких дисбалансов не вижу. Да. Окей. Прижали к себе. Муку я буду отрывать. Держите. Держите. Сейчас окажется в самой здоровой чрезвейке. Теперь все. Я вверх и вниз. Вот здесь. Я вверх и вниз. Вот эти чуть-чуть. Чуть-чуть. Дальше слабим мышцы. Так. Ну, это вот у нас мышцы, которые взаимосразованы с меридианом печени. Мышцы взаимосразованы с меридианом печени. Это не значит, что у него больная печень. Ну, в данный момент система немножко где сбавается. Ну, немножко или нет, это надо, конечно, более глубокую диагностику. Мышцы взаимосразованы с меридианом печени. Вот. Поэтому мы просто сейчас попробуем ее чуть-чуть сбалансировать. Ничего, что я так вот руками. Даже приятно. Массаж такой. Хорошо. Снова держим. Снова я вверх, вы вниз. Пост-тест коррекция. Смотрим, что нам дала коррекция. Я вверх, вы вниз. Держите. Сильно давите. Сейчас легче давим на меня? Ну, вроде да. Что-то такое, да? С этой стороны давите. Легче? Хорошо. Хорошо. Мы будем надеяться. Так, что-нибудь еще поискать? Давайте еще. А вдруг еще где-нибудь, что-нибудь, да? Окей. Ну, давайте такое, чтобы... Я-то и ноги могу тестировать, понятное дело, да? Целинка прекрасная. Держите. Я тут сильно. Держите. Тут тоже сильно. Так, чтобы такое интересное, давай еще показать. Так, придерживайте. Встаньте вот сюда боком, пожалуйста. Придержитесь ручку. Ага. Так вот. Поясничная мышца. Пробуем. Сдержите. Вот тут чуть-чуть. Дисбаланс. А почему я не взяла именно поясничную? Поясничные часто лагатают, сбалансные мышцы. Так, давайте вторую. Поясничную. На развороте. А то они сейчас ягодичные будут включаться. Ага. Держите. Ну, это тоже чуть-чуть встал. Чуть-чуть встал. Дисбалансы. Давайте попробуем их тоже. Немножко побалансить. Что интересно, у него, слуш, валентарь, так, с двух сторон. Бывает же очень часто, что с одной стороны, да? А он, как с двух сторон. А что, что-то беспокоит сейчас? Какое-то беспокойство. Есть пожизненное, что? За что-то? Немножко просто, пару дней просто. Просто просто. Чуть-чуть. Просто просто. Ну, хорошо. А вот, уходи, уходи, покажи. Тут нигде не болезненно. Угу. Тут со мной стало Наташа чуть-чуть сильнее. Ладно, хорошо, давайте посмотрим по тесту еще раз. Становимся. Задумался. Да, я ощущаю. Сущение. Хорошо. Хорошо. Поясничные мышцы. Держите. Угу. Хорошо. Теперь вы будете туда? Держите. Ну, вот как-то так, да? Ну, это полегче, полегче держать. Вот тут более ощутимые мышцы. Ну, все, спасибо большое. Спасибо. Вот. В принципе, полная балансировка такая, ну, два часа, полтора длится. И используют не только то, что я вам показала. Я не пользовалась практически сейчас ни точками, ни меридианами. Я пользовалась еще одним инструментарием, который Гудхард привнес в кинезиологию. Это так называемые нейровоскулярные рефлексы. Нейролимфатические и нейрососудистые. Или рефлексы Чапмана. Открытые в 30-е годы прошлого столетия. Сейчас напишу. Рефлексы Чапмана. Что это такое? Это такие точки и зоны на нашем теле, которые при работе с ними вызывают движение лимфы, либо крови в определенных мышцах. Понятно? Прилив лимфы, либо крови к определенным мышцам. Например, женщины, наши для многих с вами любимые мышцы пресса. Не только для женщин, но и для мужчин. Где находится нейровоскулярная зона для мышц пресса, знаете? После которой ему намного легче качать. Давайте сейчас, ну мы качать пресс не будем, мы просто попробуем его сейчас понапрягать тогда. Пробуем понапрягать. Чуть-чуть, да? Почувствовать эти мышцы. Затем мы находим свой родничок, там где он у нас когда-то был, по ладошку сюда, на серединку носа. И вот где у нас средний пальчик заканчивается. Вот он, наш родничок. Здесь. И затем мы ставим пальчики перед родничком, ближе к зоне, ну, к линии роста волос. Вот сюда поставим, вот так вот массируем. Вот так вот массируем. Некоторое время помассируем и снова пресс понапрягали. А может быть даже вы его уже почувствовали, что оно у вас туда прилило. Почувствовали, да? Ну, кто-то почувствовал, хорошо. Значит, работает. Этот рефлекс у вас, да? Да. Рекомендуется в зале, если вы как-то еще не отчаялись его качать, перед тем, как качать пресс, помассировать, помассировать вот эту зону. Она вызывает укрепление мышц пресса сама по себе. Так их потом легче. Понятно? О чем это говорит? О том, что в нашем организме все взаимосвязано, да? Еще одну фишечку могу показать. У кого там где-то что-то побаливает в суставах, в костях, блокировки, блокировки. Ну, это я сейчас больше, конечно, буду про шею и по ресницу, да? А то показываю. Вот. Ну, давайте все попробуем. Вот сейчас встанем и попробуем посмотреть влево-вправо, покрутить шею и заметить точку крайнюю, на которую у нас взгляд доходит. Вот сюда посмотрели, сюда посмотрели, запомнили, да? Нагнулись, посмотрели без фанатизма. Куда достаем руки? Вот, при прямых коленях по другу боль, да? Ну, понимаете, я же не везуал, я же кинэстетик, кто понимает, о чем я, я же все через тело, да? Теперь мы взяли, как бы просто помассировали свою ушную раковину, вот оттянули чуть-чуть замочку и порасправляли ее, начиная вот от места верхнего места крепления до ушка, просто пораспрямляли свое ушко до мучки, до конца уха можно не доходить, до мучки просто пораспрямляли. Пораспрямляли, каждое ушко желательно отдельно прям поработать, хорошо отдельно. Одно ушко и второе ушко. Чем мягче ушки, тем мягче суставы. Чем мягче ушки, тем мягче суставы. Тоже можно кто тренируется, кто йогой занимается, или там не йогой, ну и даже просто кто ничем не занимается, все равно можно. Ну, возможно, слева и справа по-разному. У нас же как в разные стороны, женская и мужская в теле две стороны, одна от папы, одна от мамы, поэтому делайте ваши выводы, кто у вас там помягче. Теперь смотрим в ствол, насколько теперь у нас поворачивается шея там лилом вправо, есть разница? И наклоняемся, смотрим, тоже без фанатизма, мягненько. Там, ух ты, ух ты, да, ну вот и хорошо. Вот. Были бы у нас с вами эти самые шарики, теннисные, тоже можно было бы, теннисные шарики, показать фишечки тоже, поясницу хорошо разблокируют. Если он будет по шарикой, то можно покатать стопой, тоже почувствовать, тоже перед этим понаклоняться, посмотреть, потом серединкой стопой покатать. И тоже будет разница в том, кто наполняет здесь. То есть, в общем-то, на самом деле, в нашем теле все взаимосвязано. Иногда надо знать, с чем поработать, чтобы сбалансировать это. Надо знать, с чем поработать. Но это не всегда проблемы здоровья. Мы возвращаемся к нашему треугольничку. Возвращаемся к нашему треугольничку. Мышцы блокируются иногда очень сильно вот отсюда, эмоции. Какую бы взаимосвязанную мышцу мы не взяли, из целебного прикосновения, например, почки, поясничные, страхи, тревоги. Что там еще, легкая, зубчатая мышца, вы или нам. Ну и так далее. Почти каждая мышца – это какая-то эмоция. И вот был такой интересный инструктор по целебному прикосновению, который много лет занимался вопросами для самооздоровления. Звали его Гордон Стокс. Гордон Стокс. Стокс или Стоукс, вы можете разные варианты встретить в зависимости от того, как транскрипция переводится. И он считал, ну как бы, или опыт его работы, убеждал его в том, что все-таки большинство дисбалансов в треугольнике, они отсюда. Вот отсюда идут, да? С этой стороны, со стороны психики. И он постоянно искал способы сбалансирования именно нашего психоэмоционального состояния, да? А конкретно, как преодолеть нам наши стрессы и как преодолеть нам их последствия, да? Вы знаете, возможно, слышали такую фразу, создателя теории стресса Ганса Селье, что в жизни есть стресс, а стресс и жизнь, да? Вот. И как бы Стокс считал, что большая часть дисбалансов в организме, это все-таки последствия пережитых нами стресса, да? Какого-то пережитого, травмирующего опыта. И он постоянно искал новые инструменты. Он интересовался психодрамой, он интересовался нейролингвистическим программированием, как-то аккумулировал, накапливал разные инструментарии. И вот однажды он попадает в Калифорнию, где-то в начале 70-х годов прошлого века. А Калифорния середины прошлого века — это вообще такое особенное, особенное место, особенная, я бы сказала, культура калифорнийская, где много чего интересного происходило. То есть там как бы это время и место создания и развития там различных психотехник, движения за человеческую потенциальность. Это и нейролингвистическое программирование, да? Там и Гештайт, и много чего еще, да? И это и знаменитый Горфингельский антропологический семинар при УКЛО Калифорнийском университете, из которого вышел всем нам известный Карлос Кастанеда, да? Вот, то есть это очень интересное такое место, и там много чего возникало, создавалось такого интересного, о чем некоторых вещах мы знаем, у некоторых нет. И вот, когда Стокс туда попал, он попал в колледж, который создали супруги Вайтсайды. Элизабет и Роберт Вайтсайды, это был колледж персонологии. Это было их детище, их создание, такое интересное практическое направление, оно называлось персонологией. Это очень интересный инструмент, это наука о инстинктивном поведении человека, персонологии. Иногда еще ее называют генетикой поведения. То есть, если здесь есть психологи, и психологи есть тут? Раз, два, все? Без пяти минут еще. А, ну и важно. Важно, а вы же знаете, чем занимается психология, да? Психология занимается темпераментом, характером, да? Характер это социальное, темперамент это анатомо-физиологическая основа характера. Акцентуациями, то есть, разными там, грубо говоря, изменениями черт характера в ту или иную сторону, в патологическую. Вот. Но про инстинктивное поведение она не говорит, о нем говорит только зоопсихология, да, об инстинктивном поведении. Я ее когда-то читала немножко в университете, поэтому так приблизительно представляю, да? Вот. Но еще есть сравнительная психология, которая сравнивает поведение человека и животных, да? О том, что мы не очень далеко, на самом деле, когда ушли серебряные. Очень много у нас животных. А вот инстинктивным, врожденным поведением человека никто не занимался. Вот пока эти мне занялись войсами. Хотя нет, занимались. Ну, была же там физиогномика, да? Там всякие такие вот направления, там с незапамятных времен. Людей сравнивали с животными, там разные черты лица, похожие на разные животные, там на разных животных приписывали черты характера людям, да? Либо вот эти античные маски, актерские маски, трагические, да? Разные характеры. Маска носила в себе отпечаток характера. И тоже это было не просто так, было в этом какое-то рациональное зерно. Вот. Ну и так далее. То есть, как бы в середине до прошлого века было даже такое направление конституциональное о психологии. Вот. Это Кречмер и Шелдон, да? Немецкий психиатр Кречмер, который тоже выделял и описывал различные психотипы, взаимосвязанные с той или иной конституцией человека, и американский психолог Шелдон, или физиолог, ну, то есть там тоже достаточно большие, интересные статистические исследования, да? Какие наши черты внешние взаимосвязаны с определенными чертами темперамента и характера. Ну вот персонология, она немножко про другое. Она про то, с какими мы рождаемся. Про то, что нами унаследовано от наших родителей, и почему один человек рождается уверенным в себе, а другой не очень, да? Почему один от природы доверчивый, а другой доверяет, но проверяет. Скажем так, да? Вот. То есть на самом деле это тоже отдельное знание, и наша инстинктивная индивидуальность, как они это называли, она может стать нашим другом. Потому что она все равно существует, мы просто о ней не знаем ничего. И мы не знаем, почему, когда мы одного человека встречаем, он нам сразу нравится, а как-то другого, вот тот что-то вот, ну, как-то вот он неприятен, да все. И мы даже не знаем, почему. Почему мы не можем найти общий язык с некоторыми людьми? Да не просто другие, они от природы иначе себя ведут. И вот бойцы этим занимались. Они провели огромное исследование. Более тысячи человек было исследовано по определенным, там порядка ста черт было исследовано, взаимосвязанных с ними индикаторов физических. Причем исследование было очень серьезное, там сам человек опрашивался, обмерялся со всех сторон, плюс еще опрашивались как минимум двое его близких там друзей или родственников, которые его хорошо знали. Вот такое было интересное исследование. И Гордон Стокс в этом исследовании принимал участие. В созданном Вайнсайдерный колледжем персонологии он там принимал участие, и он познакомился с сыном Элизабетта Роберта Вайнсайда. Его звали Дэниел Вайнсайдер. И это было начало большой долгбы, и это было начало нового метода, которое выяснилось, концепции три в одном, которую у нас в России больше любят называть кинезиологией единый мозг. Ну, если Элизабетта Роберта Вайнсайда использовали персонологию достаточно прагматично, по-американски, то есть благодаря им во многих штатах существовали лаборатории персонологии, которые консультировали людей, и это было карьерное и профессиональное консультирование. То есть просто людям помогали там найти себе место, подобрать себе профессию, да, либо консультировали руководителей или кадровиков на предмет того, как людей лучше подбирать, да, какой человек к какому месту подходит, ну, в самом деле. Если мы смотрим на человека и понимаем, что это человек-регламент, да, ну, есть такая структура у нас на лице, она очень четкая, она хорошо видна. И видно, кто здесь человек-регламент, а кто все привык делать по-своему, да, по-своему и может так потеряться в этом своем занятии, что даже забывает о временных сроках. И так вот. Хорошо. Вот. То есть это вот очень четко видно, наверное, и если мы, речь идет о работе, когда человек должен все делать по регламенту, по инструкции, по технологии, ну, нельзя туда брать человека, которому надо просто поставить задачу и проверять там по результату, а делать он все равно все будет по-своему, да. И наоборот. Ну, это вот как пример. Либо нельзя вместе соединять начальника и подчиненного, один, который регламент, а другой, который все привык делать по-своему, да. Вот. Ну, это как пример просто. И на самом деле таких черт у нас достаточно много. Ну, вот Денинл Войцайт, он пошел дальше в использовании этой методики, этой техники. Он понял и увидел в ней инструмент для гармонизации человеческих отношений в принципе, да. Почему супруги иногда не могут между собой договориться, да. Почему им сложно по каким-то параметрам, да, договориться. Почему близкие люди могут не лазить между собой, да. То же самое. Те же самые структуры функции, та же самая персонология. Вот. И когда он начал рассматривать в таком ключе персонологию, вот тут они со стоксом-то и сошлись в плане создания как можно большего количества инструментов для гармонизации психоэмоционального состояния человека. В данном случае речь идет о гармонизации сферы его наших отношений, но в том числе и отношения к себе, да. К себе любимым. Более подробно мы поговорим на семинаре о чем говорят лица о персонологии. Он весь целиком будет посвящен персонологии, и весь целиком будет посвящен книге Стокса и Вайдсайда под кодом. Вот. Ее содержание и диагностики этих самых 23 описанных там структур и функций. А пока что... А пока что... Поговорим дальше о кинезиологии, да? То есть, если Тай – это целебное прикосновение... Джон Тай сейчас это дело продолжает, его сын Мэйтью Тай руководит фондом целебное прикосновение. Стокс и Вайдсайд. И позднее к ним присоединилась еще психолог, метафизик Кэнди Скэллоуэй. Ну куда же без женщины в нашем-то деле. Это концепция три в одном, или единый мозг. То есть, это вот первое, скажем так, хорошо выжившее направление психологической кинезиологии, концепция три в одном. Потому что в прошлом веке существовало несколько направлений, которые просто не выжили, скажем так, не дошли до наших дней. Это вот выжили и развиваются вот эти направления. Целебное прикосновение, единый мозг или три в одном. И примерно тогда же, в 70-е годы, появляется еще одно направление в кинезиологии. Образовательная кинезиология или гимнастика мозга, может быть, кто-то слышал. Брейн-джим. Брейн-джим. Вот. Если здесь мы балансируем, здесь мы корректируем, то гимнастика мозга интегрирует. Интегрирует в основном взаимодействие полушарей правого и левого. Вот. В единомозге мы тоже этот момент обсуждаем. На второй ступени у нас там будет, ну как бы основной темой будет нарушение способности к обучению и их восстановлению. И, в общем-то, этим и занимался Поп Деннисон, который создал это направление гимнастика мозга в Брейн-джиме. То есть, в числе основных причин, почему нарушены наши способности, да, было выяснено, что это такая вещь, как функциональная межпоушарная асимметрия мозга. А что это значит? Ну, вы знаете, что правое, левое, наши полушария, они неоднозначны, да? То есть, каждая несет в себе определенную функцию. Левое правшее отвечает там за логику, правое за интуицию, это восприятие там времени, а это живет вне времени, это творчество, это интуиция, правое полушарие и так далее. Так вот, ну понятно, что это достаточно такое популярное представление, но тем не менее. Вы представьте себе, пока наши полушария живут в дружбе и мире, да? Они как вот супруги, да, которые живут в дружбе. Один свою функцию исполняет, другой свою функцию исполняет, да? То есть, жена стирает, убирает, там, готовит, муж там обеспечивает матери яйно, делает всю мужскую работу, подумает, ну, лежит на двайне, без тобой, не положено, вот, и так далее. Вот стоит им поссориться. Стоит им поссориться, и все, каждый сам себе готовит, сам себе стирает, сам себе деньги зарабатывает, да? То есть, каждый несет двойную нагрузку. Получается форменное безобразие. То же самое происходит с нашими полушариями. В результате стресса они ссорятся, то есть, связи между ними могут быть что? Разрушены, да? Да, наш мозг великолепная, самобалансирующаяся система, и оно берет на себя функцию другого. А то вынуждены взять на себя функцию этого, потому что связь между ними разорванная, они поссорились, да? И для того, чтобы это восстановить, необходимы специальные упражнения, да? Необходимы специальные упражнения для того, чтобы вновь, заново синтегрировать, синтегрировать наши полушария. Вот этим занимается брейн-джим, гимнастика в мозгах. И различные упражнения, различные комплексы гимнастики в мозгах, они позволяют не только восстановить некоторые утраченные способности, они также помогают в восстановлении при постинсультных состояниях, они помогают нам при тормозителе даже доносить некоторые наши возрастные изменения. Хотя основное их предназначение, конечно же, помогать осваивать школьные предметы детям, но не только, потому что очень многим взрослым они там уже достаточно неплохо помогают. Ну, например, я смотрю, вы уже заскучали, да? Нет, мне не заскучали. Например, какое, что это за упражнение? Ну, всем же, наверное, интересно. Ну, какие упражнения? Как можно определить, что у нас с межполушарними связями происходит, да? Вот. Ну, в кинезиологии очень часто используется вот такой любимый знак. Ринутальная восьмерка. Это поистине волшебный знак, я вам скажу. Во-первых, с его помощью можно очень легко определить, кто перед вами визуал, идеал или кинестетик. Слышали про такое деление людей, да? У которых преимущественно либо визуальная работает репрезентативная система, да? Либо идеальная, либо кинестетическая. Вот. И в нейроингвистическом программировании существует целый набор ключей доступа, которые мы изучаем, и по этим ключам доступа мы это определяем, кто перед нами, да? Вот. Но, оказывается, можно просто попросить человека сложить ручки вот так и нарисовать перед собой горизонтальную восьмерку. И уже будет понятно, кто он. Кинестетик, еще один кинестетик, без лоб. Ну, я всех людей не увижу, да? Вот. А вот по тому, как человек рисует горизонтальную восьмерку, сразу видно, кто он. Очень легко. Если он загребает вниз, она у него беременная, книзу, эта восьмерка, то есть вот так, да? Вот так и так, да? Это кинестетик. Если он загребает вверху бабочкой, она такой у него где-нибудь. Это безумно. Ну, если она вот плосенькая такая получается, правда, редко бывает, но бывает, это он делал. Понятно? Ну, вот теперь будете знать, будете обвинять, если что. Если вам надо понять, кто перед вами. Но, дело в том, что еще в некоторых случаях рисование этой ленивой горизонтальной восьмерки, или знака бесконечность, оно еще показывает и диагностирует, что у нас вообще с комиссурами творится в мозгу, да? Насколько хорошо у нас соединены оба наших полушария. И это же рисование восьмерки, оно их корректирует. Оно их корректирует. Ну, можно рисовать там по-всякому. Кто у меня будет сейчас обучаться в едином мозге, там мы будем, например, корректировать понимание текста при помощи рисования этой восьмерки. Будем это делать, да? Ну, а так вот для общего показа могу показать упражнение из гимнастики у нас, да? Что мы делаем из гимнастики? Вот. Она называется слома. Или хобот, парадок. Она называется. Значит, мы одну голову наклоняем, стараемся положить ее на плечо. Ну, насколько получится. Стараемся плечо не поднимать. Поднимаем ручку, да? Смотрим глазками на кончики пальцев. И из центра влево вверх вот этими кончиками начинаем рисовать горизонтальную восьмерочку. Можно так слегка покачиваться. Слегка покачиваться. Научились, да? Хорошо. Теперь берем любую горизонтальную перед собой вертикальну. Как, фу горизонтальную? Вертикальную. Горизонтальную вертикальну. Хорошо сказала, да? Любую вертикальную линию. И стараемся рисовать нашу восьмерочку так, чтобы вот четко на эту линию, да? Вот, нарисовала, да? Четко на вот эту линию приходилась серединка восьмерки. Приходилась четко серединка восьмерки. Понятно, да? Попробуем. Прицелились на какую-нибудь эту? Ну, не стесняйтесь. Рисуйте всем тело. Рисуйте всем тело. Получается? Да. Хорошо получается? У кого сдвигаться начинает? Потихоньку сейчас у многих будет сдвигаться. О чем это говорит? О чем? О чем это говорит о том, что как раз-таки нарушены комиссурные связи, нарушено взаимодействие, повышание. Ну, если вы как бы человек упертый и каждый день начнете это рисовать, прицелившись на вертикаль, то они у вас постепенно будут останавливаться. Ребят? Вот так. Вперед. Делается разными руками или одной? Разные. Правая, левая. Естественно. Правильно. Это одно из упражнений. В гимнастике мозга их много. На второй ступени, когда те, кто у меня будет на единомозге, на семинаре, я пару комплексов дам, и там мы будем через мышечный тест друг другу будем подбирать эти комплексы. Будет у нас такое. Потому что, на самом деле, в подходе к нарушению способности к обучению, как раз-таки, на мой взгляд, Стокс и Вайцайт пошли дальше. Потому что, когда и в книжке, есть такая книжка «Коррекция дислепсических нарушений в кинезиологии» в Иоанде, те, кто будет заниматься читать после прохождения второй ступени, он там пишет о том, что вот там дискоординации различные, там травмы, нарушения смежполушарной асимметрии, это всё лишь малый процент причин, по которым нарушаются наши способности к обучению. На самом деле, всё дело в чём? В стрессе. И 90% они не нарушаются, мы от них отказываемся. В результате какого-то травмирующего опыта. Именно боль, страх и страх боли заставляют нас отказаться от каких-то своих способностей, принять решение в какой-то момент. Либо я к этому не способен, либо мне это не нужно. Вы не представляете, вот когда делаешь коррекции, какие интересные вещи вскрываются. Когда-то в первом классе учитель что-то сказал. И у ребёнка что? На всю жизнь. Произошла блокировка этих способностей. Причём вылезают в таких интересных местах эти моменты. Я очень редко работаю, я работаю в основном со взрослыми людьми. Политика по отношению к детям у меня, скажем так, принципиальная, достаточно могу потом озвучить, если кому интересно. Так вот, где вылезет нарушение способностей, это настолько непредсказуемо. Я работаю, вот готовлю девушку, она разводится, у неё очень тяжёлый развод, я её сопровождаю в этом тяжёлом разводе, я её готовлю к бракоразводному процессу. А там у неё муж в зависимости, семья такая у него, которой она боится и так далее. Ну, не важно. А важно, что мы начинаем делать коррекцию, да, отношения с уже бывшим мужем. Естественно, там вылезают, господа психологи, отношения с кем? С папой. С папой. Ой, не психолог, я тоже знаю. Вот. И вылезает стресс на чтение. Вот просто я тестирую пальцевые коррекции, какие нужны стресс на чтение. Ну, догадайтесь, кто из трёх раз, кто учил читать ребёнка. Да? Папа учил читать. И получается, в качестве побочного эффекта, такой, значит, такая вещь интересная, я ей даю, как это положено, перед, перед тем, как коррекцию делать, почитать текст, тестирую стресс, да, мышцы падают, рука падает, мышца слабая. И она говорит, вы знаете, я вообще читать не люблю, я вообще ничего не понимаю, что тут написано, говорит. И вообще, безнадёжный вопрос совершенно. Ну, делаем мы эту коррекцию стресса на чтение, она потом берёт текст руки, начинает читать и говорит, ой, как интересно. И потом она мне в ВКонтакте пишет, Екатерина Анатольевна, я читаю. Я читаю, и мне так интересно стало. То есть девушка зачитала спустя 20 лет, после того, как её учили читать, да. Ну, хорошо, если это только один такой отрицательный выбор, когда мы говорим себе, я к этому не способен, да. А если один выбор, например, стресс на букву, стресс на книжку, стресс на все учебники, да, тащит за собой. Там уже всякие неприятные вещи случаются. Там и гиперактивность, и низкая успеваемость, и всё на свете. При этом может быть какая-нибудь хорошая успеваемость где-нибудь в художественной школе, или там в музыкальной, или где-нибудь в секции какой-нибудь. И когда организмолог начинает работать, вытаскивает, откуда, да. Оказываются, ну, очень забавные вещи. На уроке рассказывал алфавит в первом классе ребёнок, да. А учительница ему сказала хороших слов, что она про него думала, о том, как он выучил. А мама закрепила, потому как учитель же не может быть не прав. И всё, и вот именно такой стресс у ребёнка и получился. На букву, на книжке, и кто вообще эти книжки пишет, да, и видеть я их не могу. Почему бы нет? Вот с этим как раз-таки чаще работает уже единый мозг, да, коррекция по единому мозгу. Она позволяет, за что я его больше всего люблю, это мой любимый метод, что он позволяет очень быстро вычислить, да, обнаружить, где, когда произошло. Вообще, как бы, мышечный тест, он очень здорово помогает при решении психологических, там даже каких-то психоаналитических проблем. Ну, мне вообще кажется, что с момента создания психоанализа, его стремились постоянно улучшить, ускорить, усовершенствовать. Вот, и на мой взгляд, вот единый мозг, ну, в каком-то смысле, понятно, что это не психоанализ, совсем другой метод, но тем не менее он в каком-то смысле, он позволяет докапываться до вот этого материала, да, до которого психоаналитики копали, там, годами, месяцами, и там, или десятками, ну, там, часов психотерапии, очень быстро, да. И в том смысле, что если клиент к этому готов, конечно, ну, если он не готов, он к нам не придет, то мы можем это вычислить очень быстро, то есть причину, когда, возраст, когда это случилось, там, эмоцию, которая за этим стоит, если у нас при помощи специального инструмента, тоже создана на восток, саму вайдсайдом, который называется барометр поведения. Есть такой замечательный инструмент, барометр поведения, дорожная карта наших поведенческих реакций, он пронизывает весь единый мозг, и он позволяет определить, какое состояние, какая эмоция стоит за той или иной проблемой или задачей вашей или другого человека. За симптомом каким-то, физическим, то же самое, может стоять что-то, мы можем выяснить, где он находится на барометре поведения. Ну, более продвинутый вариант – это барометр на теле. Ну, как бы во многих направлениях есть представление о том, где, в какой части тела, что у нас сидит, да? Вот, в единомозге это тоже есть, присутствует. Магия, да, очень похоже. Поэтому, мне кажется, развиваться начало только вот попозже. В 90-е годы единый мозг пришел в Россию, в Москву, в начале 90-х годов. Его привезла одна из учениц, Стокса и Вайтсайда, Кэрол Вин Хойнс. В сети можно найти ее книжку, она называется «Наши безграничные возможности». Вот, и среди случаев, которые там описаны, есть и случаи наших российских коллег, достаточно интересные. Так вот, она привезла из 91-го по 97-й, она обучала людей в России этому методу. А потом, после кризиса 98-го года, она больше не приехала. Лет 20, к сожалению, в России не было свежего притока, ну, практически не было. То есть, какие-то отдельные энтузиасты, специалисты ездили на Запад, учились, доучивались. Вот. Я там одного, как минимум, такого хорошего специалиста знаю, который уже больше 20 лет в едином мозге. Вот, да, который пришел в единый мозг с рассеянным скверозом. Сейчас он продвинутый инструктор по единому мозгу. Вообще, очень интересный человек, мой коллега московский Александр Гаврика. Ну, в целом, как-то достаточно долго было затишье по развитию единого мозга. Пока в 2013 году сюда не приехал, ну, нынешний не приехал, нынешний президент. Вот, в Россию приехала корпорация, которая называется образовательная корпорация, которая создала стоксовый сайт. Она называется, ну, так и называется, корпорация 3 в 1. И человек, который является правоприемником, который в данный момент руководит корпорацией, вот ее зовут Анастезия Томакавада. И в 2013 году она приехала в Москву, затем во Владивосток. И, собственно, я как инструктор сертифицировалась у нее, на ее семинарах московских по единому мозгу, по концепции 3 в 1, и работаю по соглашению с корпорацией 3 в 1. То есть я, конечно же, не сотрудник корпорации, нет. Я как бы инструктор, который сертифицирован. И все мои студенты тоже получают сертификаты от этой корпорации. Три в 1. Она находится в Калифорнии. Ну, вот такая небольшую информацию выдала. Мне бы хотелось от вас послушать, что вам еще интересно узнать, услышать, о кинезиологии в целом, о едином мозге. Интересно, что дается, я так понимаю, обучение разбито по метям блога. Ну, и вот хотя бы как раз, что там в первом, в втором, в ближайших, которые будут у нас. В первой, первая ступень называется базовый курс. А, нет, не базовый курс, вторая ступень называется базовый курс. Первая называется инструменты для работы. Инструменты для работы. Там даются основные понятия концепции. Три в 1. И даются все базовые инструменты. То есть, там мы обучаемся тестировать мышцы. Это немножечко иное тестирование, чем то, что я вам показала. В целебном прикосновении, ну, что я вам покажу, единомозгное тестирование. Мы учимся пользоваться барометром поведения. Делать возврат по возрасту. Да, подчислять возраст. Причину, возникновение причины. Тех или иных проблем. Ну, и учимся базовым методом рассеивания стресса, его последствий. И трансформации негативного эмоционального заряда в позитивный эмоциональный заряда. Это первая ступень. Есть вопросы какие-то еще? Понятно, да? Вот это то, чем мы два дня занимаемся практиковым. Вторая ступень называется базовый курс. И здесь к тому инструментарию, который вы получаете на первой и второй ступени, добавляется еще один инструментарий, так называемый пальцевой коррекции. Раньше она называлась дислексией, дислексические нарушения. То есть мы там о нем говорим. Говорим о причинах нарушения способностей у человека. Именно в концепции 3 в 1. И большая часть пальцевых коррекций, которые мы там изучаем, их там достаточно много, это методы работы с телом. Называемые методы снятия эмоционально-энергетических блокад. Методы снятия эмоционально-энергетических блокад. Вот что такое пальцевые коррекции. Называются они так не потому, что они обязательно делаются пальцами, а потому что они тестируются через пальцевые пробы. Нет, нет, это другое. Немножко другое. То, что вы показали, это мышечный самотест. Это самотест, да. А пальцевые пробы – это просто определенные мудрые препараты, при помощи которых мы тестируем, какую сферу надо скорректировать, и там мы уже выходим в какую конкретно коррекцию надо сделать. Вот это наша вторая ступень. И немножечко там мы говорим о гимнастике мозга. Ну, как бы чисто обзорно, потому что гимнастика мозга – это отдельное направление. У нас там отдельные инструкторы есть по гимнастике мозга. Но тем не менее себе какие-то комплексы там мы подбираем. То, что нам нужно. Учимся как протестировать, как подобрать. Вот это первая ступень. Вторая ступень – это персонология. Третья и пятая ступень – это персонология, которую я чуть-чуть сегодня рассказала. Которую мы тоже познакомимся на семинаре «О чем говорят лица?». Кто придет? Только там, когда вы обучаетесь профессионально, помимо того, о чем говорят лица, мы еще учимся как с этим работать в кинезиологической коррекции. Как это использовали как инструмент. Который сам по себе инструмент, даже просто для консультирования, очень даже неплохо. И на четвертой ступени мы имеем дело с более продвинутыми вариантами пальцевых коррекций. Но, как писали сами стуксовый сайт, четвертая ступень работает уже за пределами четырех измерений. Там есть всякие интересные коррекции. Коррекции чакр, коррекции символов. Ну и такие, например, коррекции, я бы сказала, банальнейшие, при помощи которых мы можем работать с психосоматикой, с физическими последствиями стресса. Например, коррекция преодоления тенденций к грыжи пищевода. Работа с кишечными клапанами или цикальных юстовых клапанов. И, в общем-то, это те дисбалансы, которые тоже случаются у нас на момент стресса. Но потом превращаются в соматические симптомы. Вот так. Это те четыре ступени, по которым я на данный момент являюсь инструктором. Ну, вообще-то я больше. И без количеств, я бы сказала. И еще есть много всяких программ. В частности, в качестве практикума, после первой и второй ступени, обычно я предлагаю практикум, две короткие однодневные программы. Одна из них называется «Отношение к себе». Там мы затрагиваем вопросы дневности, зависти. Ну и, в принципе, многих вещей, которые нам мешают нам и нашим отношениям, в том числе к себе. И программа, скажем так, «Наши материальные цели». Там, где мы разбираемся со стрессами, отрицаниями, неотданными долгами, тому, что мешают на пути к нашему материальному благополучию, скажем так. Ну, это может быть как бы банально выраженное в лидерных знаках благополучие. благополучие, а так и какие-то наши серьезные цели. Кто-то хочет построить дом, кто-то хочет защитить диссертацию, кто-то хочет выйти на определенный профессиональный уровень. Все, что мешает на пути к вот этим целям, скажем так. Это вот, так сказать, ближайшая программа. На самом деле, у «Единого мозга» очень много всего, и рассказывать об этом можно долго. А, с чего вопрос, пожалуйста. Если блоки самостоятельные, или вытекают одна из другого? Эти блоки вытекают один из другого. Первая ступень, вторая ступень, третья ступень, естественно. То есть, как бы, в третий класс идти без первого сложновато. Но, как бы, некоторые, тот материал, который может быть сам по себе, вот он сгруппирован в какие-то такие семинары, там, по типу, о чем говорят, длится. Еще есть идея сделать, там, семинар по антистрессорам методикам, по обновлению стресса, тоже на базе кинезиологических методов. Идея есть, но пока запроса не было, поэтому пока не делала. Расскажите, вот этих семинарах, которые рассказываете, там какая-то информация будет, типа, методичек? Конечно. Конечно. Раздаточный материал уже весь заготовлен. И методички, и в электронной форме пара книг можно, пожалуйста, будет взять, почитать, чтобы была основа. Потому что, действительно, литературы, ее и немного, и надо еще уметь найти ее в сети. Ну, и вообще, я по ходу пьесы, всякую полезную литературу по ходу семинара, конечно же, рекомендую. Не только по кинезиологии, но по тем вопросам, которые вот всплывают, которые надо знать. Все-таки я психофизиолог по своей специализации, психолог, психофизиолог, и все-таки университетские преподаватели знают, как важно некоторые вопросы, иметь возможность посмотреть и почитать, и желать нам доступные популярные форумы, чтобы было не замок какой-нибудь. Функциональных занятий, вот, там, не психологов, там, ничего, просто вот, для каких-то своих бутовых целей, там, для себя, для жизни, для ребенка, для чего-то еще, вот, достаточно каких-то, например, ступенек или... Ну, если вы потом сможете остановиться, то да? Достаточно, да, достаточно, да, это чего? Ну, опять же, смотря какие вопросы вы хотите порешать. Потому что вы пройдете первую, вторую, вы можете какие-то вопросы порешаете, у вас появятся новые. Работать можно даже с базовой наступи, что-то делать, какие-то изменения делать для себя, для близких, вам. Можно даже с базовой наступи. Рассеивать стрессы, их последствия, работать с нарушениями способностей, да, пожалуйста. Даже работать, там, в сфере гармонизации отношений, пожалуйста. Даже работать с какими-то симптомами, тоже, пожалуйста. Вот. Потом просто расширение репертуара и количества инструментов. Ну, и как бы все новое-новое видение. Ну, как в каждом методе. Все более серьезное, все более глубоко. Как-то так. Еще вопросы есть? Уши дергать в целебном прикосновении. А, нет, во второй ступени у нас там тоже есть уши. Но там у нас другая коррекция, она называется размыкание, короткое замыкание ушей. Какое название забавно. О чем там? О чем там вот эти вот короткое замыкание глаз, короткое замыкание ушей? И это как раз-таки о разрывании стрессовой цепи, стрессового контура. О размыкании, да? Почему мы работаем в теле, да? Ну, я не знаю, здесь телесники есть, кто вообще с телом работает, как или иначе? Есть, да? То есть, знаете, да? Наше тело, наша психика – это дорого с двусторонним движением. И многие вот рациональные психологические методики, они как бы бывают очень хороши, но почему-то не дают стабильного результата, да? Ну, как бы причины, конечно, могут быть разные, потому что невроз его, в принципе, там, с грязиан с этого не вылечишь, да? Можешь стабилизировать, можешь улучшить состояние. Вот. Есть ситуации, которые требуют серьезной длительной работы, да? Вот. А может быть, все дело в том, что просто не убрали с уровня тела, да? То есть, мы прошли уровень сознания, зацепили подсознание, но мы не потрогали то, что сидит в теле, оно там осталось, да? Поэтому пока оно, пока у нас негативный эмоциональный заряд не развернулся с тела обратно, то есть, эффект был, да? А что такое негативный эмоциональный заряд в теле? Это где-то мышечные напряжения, да? Где-то зажимы, не обязательно мышцы, может быть, там что-то еще повеселее, типа диафрагма или какого-то. Вот. Вот такая-то, да, тоже тоненькая мышца такая, да? Вот. Вот была у нас смешная разговор про диафрагму, Наталья. Может быть, дисбаланс в каком-то органе, да? В тех же кишечных клапанах. Мало ли, где могло остаться? Память осталась, неровные цепи. Вот этот контур, через который пришел стрессор, да? Визуальный или аудиальный. Его надо что? Право замкнуть. Вы знаете, как у меня было весело. Я еще занимала, начинала только изучать единый мозг. И у меня сразу, как бы, вот, среда сопротивляется. У меня муж попадает в аварию. Разбивает на шею. Рыск. И следом сын ломает локоть, попадает. Все в одну неделю. Все перед первым семинаром, который я организую, да? Вот. Сын ломает локоть, попадает в больницу. Ну, и как бы у супруга у него так интересно получилось. Да, там, понятно, сотрясение, там, лежим пластом. Ну, ни одно кусочки не сломано. Да? То есть, как бы, мышина вот на себя удар приняла. Ну, единственное повреждение мягкой ткани, педаль вошла, и ему подыхили и сало сухожилием. Вот. Мы зашили, конечно, но там контрактура мышечная, сильнейшая. Да? Мышца напряжена. И он хромает по этому. Хромает. И вот это, как бы, он попадает за неделю до семинара. Я, значит, уже, мы его привезли, он там в области попал в это дело, у нас уехал. Привезли, положили дома. Он так потихонечку в себя приходит. Ну, конечно, хромает, ходит там с костылями. И я как раз прохожу пальцевые коррекции, у меня же руки чешутся. Я вечером прихожу домой и говорю, слушай, я не буду тебе морочить голову. Ну, давай потестируем, а может, какую-то пальцевую коррекцию можно сделать просто. И я тестирую и размыкание зрительной цепи. Ну, это неудивительно, да? На момент столкновения, лобовое столкновение на трассе было. Естественно, основной стрессой был какой-то зрительный, да, визуальный. Ну, мужчины вообще визуалы многие, не все. Вот. И я ему делаю вот это размыкание зрительной цепи. И он говорит, ты знаешь, что ты делаешь, а у меня мурашки там начнут бегать, говорю. Ну, я как бы сделала, оставила его в кабинете. Кабинет у него на отшили во дворе, такой фельгерючек у него свой. И ушла в дом. Ушла в дом, он через полчаса приходит, не хромает. Все. Все закончилось. То есть мы разомкнули стрессовую цепь, контрактура, разошлась. Вот, действительно, такие волшебные вещи были. Ксения, ну, рука-то. Да? Вот так. Тогда, может быть, тогда про другие еще направления, именно кинезиологии, да? Ну, так, кое-что расскажу, про что сама знаешь, чем сама сталкивалась. На самом деле, вот эти три направления, я не зря про них сказала, они на данный момент считаются базой специализированной кинезиологии. То есть есть прикладная кинезиология, это отдельная ассоциация, это преимущественно врачи. Сейчас уже только врачи, но преимущественно врачи. А есть специализированная, есть пара ассоциаций специализированной кинезиологии. Одна из них называется ИАСК, Международная ассоциация специализированной кинезиологии. Вот, есть несколько колледжей. Очень бурно она развивается в Австралии. Там два колледжа, по-моему, две ассоциации, если я не ошибаюсь. В Великобритании есть кинезиологический колледж, в Европе есть. Вот я точно знаю от коллег из первых уст, что минимум в двух странах, в Германии и в Австралии, кинезиолог работает, услуги кинезиолога оплачиваются из медицинской страховки. Это я знаю из общения с Татьяной Эберли, у которой я у первой Резетты учила. Сейчас расскажу, что это такое. Пару слов. И от Сильвии и Марины, есть такой австралийский кинезиолог, она у нас в Ростов приезжала, и в Краснодаре периодически бывает, нравится ей там. Вот она говорила тоже, что у нас кинезиолог вот так работает. Есть места, где он оплачивается по медицинской страховке, услуги кинезиолога. И в общем-то, в 21 век кинезиология вошла, имея в своем составе специализированное. Порядка трехсот на половинке. То есть вот эти три считаются базовым. Целебное прикосновение, концепция 3 в 1, и гимнастика мозга. Но на данный момент есть много других. Ну, в частности, вот Сильвия Марина, да, австралийский кинезиолог, она ученица была с Токсой Байцайдой, но она знала целебное прикосновение, изучала. Она училась концепции 3 в 1, она, по-моему, дружила со Стоксом. И вот объединив все эти знания, плюс она еще была тренером по этому методу Сильва. Так, методу Сильва. Какое-то время она преподавала метод Сильва. И вот как-то объединив многие знания свои, она создает метод, он называется трансформация памяти ДНК в ТЭТА и ДНТА. Это кинезиология, и это похоже на единый мозг, но там еще используется в качестве инструмента коррекции трансформация состояния, состояние ТЭТА и ДНТА. Вы знаете, что вибрации формы ДНК, господи, я хотела бы это рассказать, ритмы ТЭТА и ДНТА, наш мозг уходит в состояние какого? Сна, отдыха, медитации, дима разного, да? Дима. Очень интересное направление, там разного направления, там такие, я бы сказала, сочетания медитативных техник и направленного воображения, да? Разные тематические медитации, очень интересное направление. Плюс у нее еще свое направление есть возвращение в любовь. Тоже достаточно интересно, актуально. Филипп Райферти, тоже австралийский кинезиолог, дом у него на Пасмании, мотается он по всему миру. Он невероятно очаровательный человек, создатель своей модальности, которая называется кинерджетика, энергетическая кинезиология. Тоже целебное прикосновение, плюс рейки, плюс цигун, плюс собственный гений, талант Филиппа, человек удивительный, просто удивительный. Энергетическая кинезиология на данный момент, там порядка семи ступеней, я думаю, пока он живой будет новый создавать. И там он тоже очень мощно работает со стрессом, со стрессом у него своя методика, двухдневный мастер-класс. Но базой, базой кинерджетики, то есть, да, он потом выходит на очень высокие уровни, но базой все начинается с налаживания водно-солевого обмена, баланса минералов и коррекции височно-нижнечелюстного сустава. Обязательно в порядке. Это база кинерджетики. И вот эта коррекция височно-нижнечелюстного сустава у него выделена в отдельную технику, антистрессовую расслабляющую технику, которая называется РЕЗЕТ. Ну да, хотя на самом деле это аббревиатура. Это система РАФЕРТИ по балансировке височно-нижнечелюстного сустава. Если с английского приподним. Вот, очень интересная техника. Вы знаете, что любой стресс в нашем вот этом теле начинается с чего? С тискивания челюстей. И для многих ситуаций техника поистине волшебная. И для самопомощи, и для поддержки после более серьезных коррекций, для преодоления мигрени, ну, много еще чего используется. А много надо сеансов вообще? Ну, вот так вот, если лечиться в каком-нибудь там, не знаю, стресса, болезни, по правилам. Или это все быстро происходит? Ну, вот если не учиться, как-то наиболее. Ну, в принципе, происходит быстро. Но, опять же, зависит, какая ситуация. Кому-то удается вообще за одну коррекцию помочь, да? То есть бывает такое, что прям ужасно. Бывает. Ну, гарантировать не могу. Бывает. У меня даже была ситуация, когда ко мне девушка пришла с паническими атаками, и мы за один раз, за одного-одного сеанса нам хватило. Девушка, правда, была психолог, инструктор по юге. Вот. И мы сразу вычислили, где, какая ситуация запустила в ее жизни, какая ситуация послужила триггером, и через мышечный тест просто вычислили, скорректировали, трансформировали. И все. Через год барышня еще спокойно дочку родила, да? А у нее как раз-таки в родах. Кстати, панические атаки часто в родах запускаются. А с детьми почему не работают? Потому что я согласна с королем Густавом Юнгом. У детей до 13 лет нет своих проблем. Если только у ребенка нет неврологии, или нет каких-то специальных потребностей, вы понимаете, о чем я, да? Есть такой термин «дети со специальными потребностями». Смысла особо работать с ребенком нет. Поэтому я всегда говорю маму в студию. Сначала маму. А потом, если уж вы сильно захотите, это как и вы. А если вот у ребенка именно неврология, это все равно, что детей считаете? Или это может быть какой-то такой... Всякие причины могут быть, но с родителями работать надо в любом случае. Потому что у меня у самого трое детей. И я могу сказать, что очень много из того, что происходит с ребенком, усугубляется, либо облегчается через маму. Вы сами знаете, что, допустим, когда наш ребенок болеет, когда ему плохо, нам как будто становится плохо вместе с ним. С одной стороны, это нормально, женщине свойственно сочувствовать и сопереживать. А с другой стороны, если от нас идут некие вибрации, волнение, беспокойство, не очень хорошего прогноза на этом беспокойстве, эти вибрации идут к нашему ребенку, как вы думаете, они облегчают его состояние? Конечно же нет. Поэтому тут у меня как бы своя приступка. Ну, оно же все равно, когда-то же было, допустим, сейчас уже все хорошо, то, наверное, все-таки с ребенком надо работать. Ну, пускай причина была родителей, да, допустим? Ну, нервного, стресса, и... Вы знаете, мне сложно говорить абстрактно. 99% случаев удается убрать через родителей. Конечно, через маму, как правило. Через маму. Ну, и вообще работать всегда надо с инициатором коррекции. Кто говорит, караул нужна помощь, с тем и надо работать. Даже если говорят, караул у меня жена там сломалась, или не сломался. У тебя сломалась, с тобой работает, потому что ты бросишь караул. Да? Ты бросишь, ты бросишь. Значит, вход через тебя идет. Вот так. Ну, а там уж если надо, если уже очень хочется, можно и с ребенком, конечно. Вот так. У меня есть коллега и моя ученица. Шахта, город Шахта такой есть. Вот, она очень много работает с детьми, и она всегда сидит на приеме в детской поликлинике, и общается там. А уже там с кем-то работает. Еще кто приходит дополнительно, да, отдельно. И она всегда говорит родителям, вы знаете, вы можете прийти, чтобы я поработала с вами, и вовсю, как бы до конца школы, или там, в ближайшие 10 лет водить ко мне своего ребенка. Как хотите, выбор за вами. Вы знаете, что мне выбирает. Вот. То есть, вот такой момент. Ну, всегда надо смотреть и тестировать. У меня есть ученица, которая тоже трое деток, у нее три дочки, школьница. И она как бы, да, я все понимаю, но, может, все-таки я говорю, хорошо, давайте сделаем, мы поработаем с ней через вас, с одной из дочек, да, через вас. Ну, есть такая техника, работа определенная, да. Начинаем работать в середине коррекционной. Я все поняла дела у меня. Моей реакцией, да, на то, как она пошла в первый класс. Хорошо. Значит, рассказывала, рассказала, да, есть трансформация памяти ДНК, есть энергетика, и вот как отдельная еще методика, есть резет, вот. Ну, по резету короткие семинары, там, однодневные, даже короче, ну, там, минимум 4 часа идет этот лок-шоп по резету. Хотя, честно, я вот, я тоже инструктор по резету, но я вот 4 часа не укладываюсь, я чаще часов 6-7 вот провожу, потому что хочется ж научить, понимаете, как они просто показать, да. есть еще какие-то интересные. Да, сейчас очень бурно развивается направление, что называется нейрокинезиология. Нейрокинезиология. А база этого направления, я вот сама хочу поучиться в этом году, уже пригласила к себе в Ростов, специалиста из Краснодара, ну, по базе, да, инструктора, по базе. База – это форматирование мозга, вот такое название, называется, что это такое. Это балансировка непосредственно напрямую мозговых структур. Ну, опять же, через точки, через определенные рефлексы, да. Демонстрацию видела, потому что у нас на юге России, вот уже третий год в этом году будет проходить фестиваль кинезиологии. Вот, он проходит обычно в Краснодаре, в этом году планируется, есть такое место в Краснодарском крае Гуамское ущелье, база Реховая Роща. Может, кто-то из вас выберется, приезжайте, я всех приглашаю. Это будет с 19 июня, 19, 20, 21, 22 июня. Ну, я думаю, что потом у меня координаты будут в вашей, конечно же, информационной всему пришло. Вот, мы там планируем показать мастер-классы в этом году по 15 направлениям различной кинезиологии. Вообще нейрокинезиология создана Чарльзом Крепсом. Сейчас проходят семинары тоже в Москве, в Краснодаре. И там есть много разных направлений. Начинают форматирование мозга, ЛИП, балансировка мозговых структур, нейронные каналы эмоций и много чего еще. Очень много чего еще. Ну, опять же, вот это то, о чем я вам рассказала, да, это тоже очень маленькая, маленькая, маленькая честь кинезиологии, потому что всех направлений гораздо больше. Я рассказала только о том, чем я занимаюсь, чем занимаются мои ближайшие коллеги, да, то, о чем я слышала или хотя бы видела демонстрацию. Ну, на самом деле, есть еще огромное количество. А, гипертон-Х вот сейчас привозили, это уже есть такое направление, гипертон-Х. Оно тоже из старых, в 70-е годы, от прошлого века возникших. Как бы коллега моя из Ростова-на-Дону была там, на этом гипертоне. Она говорит, приехала, своего мужа, 45-летнего мужика, размяла и разбалансировала ему опорно-двигательную систему, потому что он там что-то не на шпагат у него сел и говорит, ходит по квартире танцующей походкой. То есть она ему там все какие-то мышцы, связки, все посбалансировала. Ну, вот я так понимаю, что это больше такая вот именно работа с опорным двигателем, там, там, гипер-механическая. Гипертон-Х. Ну вот, все. Сейчас больше ничего в голову не приходит, но направлений много. Видела, когда конференция была в Копенгагене, ежегодная проходит специализированная кинезиология, какой-то француз представлял там еще какое-то направление, там что-то на стыке с боевыми искусствами. То есть карате, то есть чем-то еще. То есть, ну, в общем, очень много направлений, очень много всяких пограничных и разные вопросы решающих. Баланс минералов очень интересный мастер-класс Филиппа Раферти. Хотя вот в едином мозге тоже есть диагностика и балансировка внутрецептиков, да? Потому что на самом деле переводится баланс минералов, на самом деле это баланс внутрецептиков. Речь идет о микроэлементах. Вот. Ну, в едином мозге тоже есть шестая ступень, структурная нейрология, там тоже есть диагностика, тестирование микроэлементов. Поэтому направление инструментов, кинезиология, огромное количество, это такое вообще бурно развивающееся направление. Очень интересное. И достаточно такое, самостоятельное самоостаточное. Хотя ведь оно впитывает в себя много чего. из-за того, что в мире есть. Впитывает, ассимулирует, создает что-то новое. Вот так. Ну, тоже не хочу вас утомлять. Если есть вопросы еще какие-то... в том, что в мире есть. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...